Я там вижу себя или не вижу. Сейчас мы увидим все это. Теперь, видите, раньше можно было напрямую в Фейсбуке все транслировать. А теперь он как-то поменял немножко свои правила и возможности и лишил нас такого простого способа. Но сейчас это все на странице, чтобы понять, мы там вообще в лайве или нет. Да, все, нас, короче, нас там видно. Ой, какие мы красивые. Жаль, что мы себя таких красивых не видим. Да, друзья, короче, доброе утро еще раз. Смотрите, какая премия. Значит, Гузель нас не видит с вами, не меня. Видит только себя, но мы будем работать на ощупь. Значит, план на сегодняшний день такой, мои хорошие. Вы нам присылали вопросы. Мне и Гузель присылала ее аудитория. Вопросы к психологу. Сейчас я попрошу Гузель немножко про себя рассказать. И сегодня мы будем задавать, мы будем разговаривать именно про те вопросы, на которые вы уже прислали, на которые вы как бы заявки оставили. Но посмотрим, сколько у нас сегодня получится окучить и ответить. Моя задача будет такая чисто организаторская. Я буду задавать вопросы и стараться немножечко подбодрить нас, чтобы мы уместились и ответили на большое количество вопросов. Вы можете параллельно что-то спрашивать или там доспрашивать. Посмотрим, сколько мы успеем и посмотрим, что будем делать дальше. Если все хорошо получится, может быть, мы говорим Гузель эпизодически с нами в такие эфиры выходить. Мы будем быть самостоятельно. Друзья, короче, начинаем. Гузель, пожалуйста. Значит, помимо того, что вы мой личный психолог, и я уже про это тут всем растрындела, вы психолог с каким-то потрясающим образованием и опытом работы, что меня лично, как клиента, вообще никогда не интересовало. Мне хватило нашей первой какой-то встречной беседы, пробанной на 30 минут для того, чтобы сделать свои выводы. И все дальнейшие наши встречи, которые выглядели примерно как «Есть задача, давайте решать». Собственно, мне с этого момента вообще не интересовало, что вы закончили. Но есть люди, которые спрашивают, какой вы психолог. Поэтому вы сначала кратко расскажите про себя, а я вам начну потом читать вопросы. Хорошо, договорились. На самом деле, знаете ли, не только вас, мало кого интересует, что я за психолог, какое у меня образование. Это, наверное, последнее, что меня спрашивают. Хотя я предоставляю такую возможность при первой короткой встрече. Говорю, спрашивайте любые вопросы, которые вам приходят в голову. Но, в общем, это не особо интересует людей. Но на самом деле, опять же, мне не очень хотелось бы об этом говорить, но у меня образование такое, знаете, интегрированное, с разных-разных стран. То есть оно российское, это медицинский университет, это всякие кандидатские диссертации и так далее, а потом клиническая психология российская. Потом мы переехали в Канаду. В Канаде я получила уже канадский бакалавриат и магистратуру. И потом мы переехали в Европу. И в Европе я получила уже, получается, диплом Венского университета по логотерапии. А логотерапия – это часть экзистенциальной психотерапии. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что это такое. Это такой большой спектр. Поэтому, если кому-то интересно, вы можете просто посмотреть, что такое экзистенциальная психотерапия. Это Франкл, это такие, знаете, Ирвин Ялом, если кто-нибудь слышал. То есть очень так много и глубоко. И это мне очень нравится. И вроде бы, как бы это у меня получается, судя по вашим отзывам. Ну, короче, не знаю вообще, чем вы там применили, но действительно, это, знаете, примерно как... Ну, это если в кулинарии очень важно, что конкретно ты ешь, что тебе вкусно, потому что ты не знаешь, приедно, неприедно, там еще что-то. Но мне кажется, что с точки зрения психологии, главное, чтобы работало. Главное, чтобы работало, и главное, чтобы подходило вот к конкретному отдельному человеку. Ой, я, кстати, тут хочу сказать свое экспертно-клиентское мнение. Значит, друзья, я всегда говорю, что психолога нужно выбирать, и если он вам не подходит, вы это понимаете сразу. И надо просто идти искать другого, потому что тот человек, который подошел мне, вообще не факт, что придет вам. И может быть, это там, может быть, это другая психология, может быть, у вас другой темперамент или еще что-то. Как по мне, это как раз самая простая задача в том смысле, что если вам сразу не зашло... Классно. И не зайдет. Дальше. И не зайдет. Прислушайтесь к себе, прислушайтесь к своему сердцу. Вот самая, как говорится, главная вот эта рекомендация. Да. Ну что, тогда поехали. Значит, задаем вам вопросы. Я так понимаю, что первые это мои прекрасные врачи поназадавали. Добрый день. Очень хотелось бы интервью с психологом, пожалуйста, друзья. А именно вопросы в контексте личного бренда. Как перестать бояться негативной обратной связи? Головой ты понимаешь, что ты не пятидолларовая купюра, чтобы всем нравиться, а в эфир такие выходить страшноватенько. Да. Это на самом деле абсолютно нормально, потому что вот все новое, и здесь, насколько я понимаю, для человека это впервые, всегда вызывает страх. То есть начинаешь эфир – страшно. Начинаешь работать с клиентами – страшно. То есть все – это страх. И это очень такое инстинктивное чувство. Оно очень базовое, оно очень сильное. И здесь получать не буду прям долго-долго, как я рассказываю, да, что от этого чувства по большому счету не избавиться, если прям стараться с ним бороться, вот на нем концентрироваться, фокусироваться. Давайте вот сделаем так, чтобы его не было. Оно будет. Потому что оно, в принципе, должно быть. Но здесь можно сделать кое-что другое. Насколько я понимаю, вот этот человек, в тот момент, когда он выходит в эфир или делает что-то новое, но здесь конкретно про эфир, он очень много думает о себе. То есть он думает. Оно в отзывах. Он не хочет этот человек, чтобы ему писали, типа, а что ты дура такая вышла в эфир? Да. Во-первых, вряд ли так будут писать, но мы сейчас не об этом, да. То есть мы как бы не провидцы, чтобы там делать какие-то на эту тему, скажем, предположения. Но здесь очень важно сместить фокус внимания. То есть если человек будет думать, боже, как я буду выглядеть, не будет ли там, я не знаю, у меня там прическа, не испортится ли, что обо мне подумают, не буду у тебя выглядеть глупо и так далее и тому подобное. То есть изначально эта ситуация обречена на неуспех. Здесь очень важно сместить фокус внимания себя на что-то другое, более важное для человека. Но я не буду говорить, знаете, перестать бояться, потому что перестать, я еще раз говорю, бояться – это, в принципе, невозможно. Заинтересоваться чем-то другим. То есть может быть, той информацией, которую я собираюсь донести, важна для других, я обязана этим поделиться. Может быть, теми людьми, которые находятся вот по другую сторону экрана. То есть что это интересно за люди, о чем они хотят услышать. То есть по большому счету, перестать думать о себе, то есть, знаете, вот как говорят, забить, в конце концов, на себя. Если вот так вот очень грубо сказать, да? То есть вот забыть о себе на 30 минут, на 40, на 50. А свой фокус внимания и интереса сместить вот на что-то более важное в этот момент, нежели на себя любимую, единственную. Мне очень помогает, это не психологический совет, друзья мои, это я вам просто как типа практик говорю. Я всегда пишу план эфира или план любого видео, ну, за исключением, наверное, сториз. Но план видео, где у меня свободные руки, я пишу, потому что у меня есть задача не забыть сказать вот такие-то вещи. И я, более того, я не делаю вид, что его нет, и я такая все помню, а сама, значит, там как-то типа, ой, знаете, у меня ручка упала. Вот, нет, я прям говорю, у меня вот здесь есть задача, я хочу не забыть, это мой план эфира. И может быть, это поможет вам тоже переключиться с внимания к себе. Ну и да, совершенно верно, никто вам не будет писать, что вы дура, потому что если это кто-то напишет, он сам же, ну, как... Лей, даже если они уже пришли, они уже, в принципе, в вас заинтересованы, они для чего-то здесь, они тратят это время на вас, да, вовсе не для того, чтобы потом написать, что вы дура. Ну, вообще есть, конечно, два страха. Первый страх, что никто не будет смотреть, второй страх, что будут смотреть и будут считать, что вы там какая-то не такая, ну, или какой-то не такой. Вот, но на самом деле, друзья, вы попробуйте, и когда вы первый раз свои аплодисменты поймаете, все будет у вас хорошо. А если никто не будет смотреть, я же говорю, если вам хочется попробовать, у нас есть чаты коллективные врачей, придите и скажите, у меня первый эфир, пожалуйста, поддержите меня, давайте выйдем вот в 6 часов, вы мне скажете, как вам, я буду с вами как-то общаться. Я, например, когда своих студентов вижу, я все время стараюсь там прийти, задать какой-то вопросик, причем, ну, интересный, чтобы там было интересно на него ответить, еще что-то. Короче, друзья, мужчины, не концентрируйтесь на страхе, видите, не надо позатираться на себе, как сказала Гузель. Так, ну что, мы можем переходить к следующему вопросу, или вы еще что-то добавите? Давайте. Мой вопрос к психологу, может быть, банален, зачитываю я вам, но это то, что пучает меня очень долго. Как не брать на себя проблемы других людей? Как дистанцироваться от этого? Я понимаю, что так включаюсь в проблему, что не просто думаю об этом постоянно, пытаюсь помочь ее решить всевозможными средствами. Это хорошо для других, но меня просто опустошает, особенно, когда финал негативный. Например, если у моего пациента какая-то более глубокая проблема со здоровьем, ну, чем я могу решить, или, например, препарат какой-то нужен, которого нет. Вот как быть доктору в такой ситуации? Тут получается, знаете, вопрос о том, насколько распространяется, как далеко я могу зайти, в том, чтобы сделать другому человеку добро. То есть это вопрос немножко контроля, и, знаете, вот в психологии есть такое выражение, насколько оно здесь применимо, мы не знаем конкретно эту ситуацию, больше ориентируемся на то, что написано. Есть такое выражение, не нужно догонять и причинять добро. То есть сделайте то, что вы можете сделать, а дальше спрашивайте. Спрашивайте другого человека, кстати, здесь чуть дальше будет очень похожий один вопрос, и он тоже вот как бы идея вся та же самая. То есть спрашивайте, как много как бы, что я могу для вас сделать? Как я могу вам помочь? То есть не просто вот решить, да, что я, что называется, вот решу эту проблему, то есть помогу всеми возможными средствами, не совсем так. То есть здесь немножко ответственность не только моя, как помогающего, но и тот, кто эту помощь принимает. И эту ответственность очень важно разделять. Если я беру ее на себя стопроцентно, то есть считаю, что это все под моим контролем, что вот полностью на мои плечи ложится, это неправильно. То есть очень важно вот эту ответственность разделять и спрашивать другого, и продвигаться настолько, насколько это другому нужно. Вполне возможно, у этого другого совершенно какие-то, скажем, свои собственные мысли и размышления на эту тему. В общем, как бы разделять. А если ситуации разные бывают, и сейчас же мы говорим даже не столько про... То есть я про слово ответственность понимаю, когда мы говорим о отношении людей, ну, условно равных, но когда мы говорим про врача и пациента, то пациент ждет от врача решения, да, то есть пациент говорит, ну, помогите мне, ну, придумайте хоть что-то, ну, ведь можно что-то делать. Это раз, а доктор знает, что у него нет ответа. Ну, нету, он не придумал еще, как там продлить человеку жизнь в той или иной ситуации, например. Или пациент говорит, ну, я не знаю, ну, давайте как-то это лекарство достанем, ну, доктор, ну, помогите, не знаю. И доктор говорит, хорошо, чем я вам могу помочь? Ну, допустим, да? Ну, я не знаю, ну, дайте мне денег, может быть, на то, чтобы купить это лекарство, или там позвоните каким-то своим друзьям, ну, там, вы же со всеми вот летаете, общаетесь и так далее, да? Такое тоже может быть в этой ситуации. Я думаю, что здесь очень важно, опять же, быть честным с пациентом, то есть показать, что у меня есть вот такие возможности, вот такие, вот еще этот путь, и еще этот. Все остальное вот как бы мне недоступно, к большому сожалению. То есть я могу вам там познакомиться с кем-то, да? Написать, но дальше-то как бы вот я не очень волшебник. Понимаете? То есть нужно показать, где вот ваши возможности все-таки заканчиваются. А если мы на себя, то есть я понимаю, я, знаете ли, я ведь сама врач, да? По первому образованию. Я невролог. То есть я работала с пациентом. Я знаю, что это такое хотеть вот непременно вот вылечить, да? Довести до конца. Но это не всегда возможно. И вот здесь очень важно понять свои собственные ограничения. То есть быть честными с самим собой и с тем, кто перед тобой. Это важно. Он как бы, он заслуживает этой честности. И вот мои слова про ответственность как раз об этом. А как быть собой тогда? Вот вы сказали человеку про все ваши возможности. Да. Он услышал. Он может тоже по-разному отреагировать, но сейчас мы этот возможности не будем трогать, да? Что нужно сказать себе, чтобы потом уснуть просто? Вот то ты не смог. Ты учился, ты работал, ты, в общем, все сделал, но ты не можешь помочься, да? Типа, зачем это все? Ну вот, как, что нужно сказать себе, чтобы... То, что ты сделал уже до сегодняшнего момента, это важно? Это важно, что это было? То есть ты, действительно, здесь очень честно, как бы важна честность перед собой. Ты действительно сделал все, что мог? Или все-таки не доделал? Или вот как бы отвлекся? Или тебе деньги были здесь важнее? Вот я про эту честность. Если максимум, и я действительно дальше не могу, то есть я ограничен, я человек, тогда, наверное, это вот место, где нужно остановиться. Вот я читаю комментарий к этому вопросу, потому что он есть, да? Вопрос о жизни и смерти. Балансировать на этой грани очень сложно. И неполно тоже сложно. И потом помириться со своей совестью. Нет, здесь я не согласна. Совесть – это внутренний компас того, который показывает нам, знаете, как бы направление. Мы куда идем? То есть еще раз, вот этот момент. Мы делаем все, что мы могли сделать? Или же все-таки еще остаются какие-то возможности, от которых я отмахнулась, на которые не обратила внимания, отмеклась на что-то другое, на более, я не знаю, более важного, денежного пациента или еще как-то, понимаете? Или на свои какие-то радости жизни. Или все-таки сделала. То есть совесть, совесть – это очень такой предморальный момент, это даже не мораль. Это мораль – это то, что нам, что называется, навязывается, извини. Это мое внутреннее, вот, знаете, голос сердца. Вот его очень важно услышать. То есть я действительно, вот это все, это вот предел, дальше у меня как бы нет, или еще есть что-то. Просто, знаете, мне кажется, вопрос еще связан вот с какой вещью. То, как устроена медицина в Европе, предполагает, что врач в свое время за свои деньги делает реально все, что он как бы может. И если нужно еще, то у этого есть тоже другие условия. Какой-то другой врач, или там приходит сиделка, или там достаются препараты. Помогающие существования. Да, поэтому есть как бы такая, ну вот, больше, что ли, резиновости возможностей и времени денег, да, на то, чтобы помочь. А я понимаю, что вопрос пришел из Украины, где, скорее всего, история может выглядеть следующим образом. Доктор, который там неплохо зарабатывает, ну, благодаря, собственно, компетенциям и вообще и там, ну, и все остальное, да. А, например, есть пациент, которому, в принципе, наверное, можно было бы вытащить, если бы этот доктор забил на то, что у него двое детей дома, на то, что у него там муж или жена, или там свои увлечения, моя другая жизнь, другие пациенты. То есть я понимаю, что система медицины в Украине устроена таким образом, что, наверное, ну, как бы вытащить с того света можно было бы большее количество людей, если бы реально там каждый доктор отдавал вот в прямом смысле слова все, что у него есть, вот на этого пациента. Да, он не помог бы больше никому испортить всю свою жизнь, но вот конкретно этого он бы вытащил с другого света. Вот как быть с этим ощущением, что ты нет, ты не до конца сделал, ты мог сделать больше, но для этого надо было бы оторвать себя от всех остальных дел. Вот с этим как? Ли, здесь как бы получается внутренне, вот сам доктор должен решить, в чем больше смысла. То есть вот как бы забить, опять же, как вы сказали, на всех остальных своих больных. То есть от этого, вот как выиграет мир в этом случае, да? То есть где будет больше выигрыша? Не для меня, для других. То есть для моих больных, да? Там мои дети тоже важны, это тоже люди. То есть не менее как бы важны, не то чтобы для меня, а в принципе, да, как бы для существования, для этого мира, чем вот конкретно и этот человек. Если здесь самое осмысленное, то есть вот все это отодвинуть сейчас, даже не забить, а именно отодвинуть, и вот сделать все максимально, еще больше, еще больше конкретно для этого человека, вот для вот этого понимания у нас и есть вот этот момент совести, понимаете? То есть внутренний какой-то голос. Если я понимаю, что в этом смысла мало, что ну как бы не такой достаточно как бы без каких-либо в дальнейшем хороших результатов этот случай, да? То есть это такое, ну как бы не очень осмысленное действие. И намного будет важнее и нужнее и для этого мира в том числе. То есть заняться другими пациентами, которые также меня ждут, также там счет идет, может быть, там на часы или на дни. И вот здесь вам внутренне нужно будет сделать этот выбор. То есть правильно расставить приоритеты. Приоритеты, которые ориентируются, еще раз говорю, как бы мотивируются не деньгами. Это вообще не об этом, да? Мы сейчас не о том ведем речь, не о собственными какими-то желаниями там и какими-то, я не знаю, наслаждениями. Нет. Именно в чем больше смысла? Прямо, знаете, задавать этот вопрос себе. Вот в чем сейчас, в этой конкретной ситуации, больше смысла? То есть все свои ресурсы вот сюда или все-таки вот сюда? Или распределить? Или как? На этот вопрос будет отвечать каждый человек в отдельности. Поняла. И это важно, чтобы он отвечал правильно. Прежде всего перед самим собой. Ну, то есть вот такой барометр, типа внутренний, да? Однозначно. Однозначно. То есть мы все знаем, что такое совесть. Мы все знаем, что это такое, когда внутри вот это свербит, да? То есть неправильно, я не так сделал, не нужно было это сделать. Понимаете, да? То есть нужно было идти по-другому. Мы знаем вот этот голос и важно к нему прислушиваться. Все хорошо. Ладно, поняла. Слушаемся своего внутреннего голоса. Читаю следующий вопрос. Давайте. Как убедить сейчас пациента, что все будет хорошо с ним, если я как доктор в этой истории пандемии сама не знаю, как будет? Хорошо будет с ним или будет в пандемии, как бы с миром. Тут немножко надо разделить, да? То есть я в этой ситуации с пандемией сама не знаю, как будет. Как будет с миром, да, после этой пандемии или конкретно с ним? Это немножко две разные вещи и нужно здесь понять. То есть если с пациентом все будет хорошо, так и сказать. А вот с миром что будет, я не знаю. И как это отразится на всех нас, я тоже не знаю. Ну, хорошо. А стоит ли... Ну, вот, допустим, представим себе какую-то такую сложную историю онкологическую. То, что, мне кажется, ассоциируется у всех с медициной и страхом, как-то сразу идет история онкологии, которая, конечно, да. Ну, например, ведется какой-то курс терапии. И врач, конечно, он надеется, что это поможет. Но на самом деле он понимает, что шансы типа 50 на 50. серии или поможет, или не поможет. Но он пациента должен убедить, что все будет хорошо, потому что иначе мы все понимаем, что вот этот вот психологический фон и отношение к собственному будущему и так далее влияет, да, на ситуацию. Врач должен вот эту, ну, как бы надежду и веру пациенту передавать, что все будет хорошо, хотя сам он не уверен. Как это? Ли, смотрите, вы ведь даже слова используете немножко другие, да, вот даже когда вы формируете, вы вообще не тот врач, но тем не менее, да, смотрите, вы говорите надежда, вера и при этом убежденность. Это ведь две разные вещи. То есть, я тоже надеюсь и верю. Вот есть вот такой процент, да, то есть, и вот здесь такая статистика, и она связана, вот как бы наши с вами как бы действия, они связаны с тем, что все будет хорошо с надеждой и верой. Убежденность это стопроцентная гарантия. Она ни на что не существует в этом мире. Не говоря уж об онкологии. Я очень люблю цитировать прекрасного, такого очень пожилого пластического хирурга, он просто всегда на всю, на весь Кавказ точно, значит, есть такой профессор Кузанов, мы были у него в гостях в клинике, он такой, таким носом, как у меня, значит, такой весь импозантный, прекрасный, значит, дяденька, и его спросили, профессор, скажите, пожалуйста, а какие гарантии вы даете? Он, значит, ответила, я обожаю, гарантии, никаких гарантий мы не даем. Мы даем новое лицо или там новый нос, да, но не гарантии. Мы не даем. Да. Нет гарантии. В этом мире, в принципе, нет гарантии ни на что. У нас с вами нет гарантии, что мы завтра проснемся. Да, гарантия, что мы эфир закончим, нет никакой. Абсолютно, понимаете, может, мне сейчас штукатурка на голову начнет сыпаться. Да ладно, может, все по-другому будет. Так, я читаю, что тогда вопрос. Давайте. Вопрос для психолога. Как избавиться от профессионального выгорания? Дальше есть комментарий, который очень специфический, многие смогут многие смогут применить на себе в том числе, придумав свой какой-то пример. Больше 20 лет работаю в трихологии, диагностикой, лечении заболеваний волос и кожи головы. Если заниматься этими проблемами серьезно, а не просто там проколоть витамины и плазму, как делают 90% тех, кто называется трихологами, по факту они косметологи чаще всего, даже не понимающие серьезности проблемы своих пациентов. Можно сказать, сфера эта достаточно депрессивная. Существует даже такое понятие, как психодерматология. У дерматологических пациентов проблемы психического и психиатрического характера встречаются чуть ли не чаще, чем у пациентов-психиатров. Психотрихология все хуже в несколько раз. И основных проблем здесь две. Что при наличии заболеваний волос, особенно серьезных, у врачей есть мало эффективных методов лечения, которые можно предложить пациенту. Даже небольшое улучшение во многих случаях следует расценивать как настоящую победу. Пациент этого не понимает и хочет большего. И получается, что даже при длительном лечении в течение нескольких месяцев или недель результат не настолько очевиден, как хотелось бы и тебе, как специалисту и пациенту. Исключение разве что трансплантации волос, но я дерматолог-трихолог, а не хирург-трансплантовок. Второе, наши пациенты, даже те, которые получили реально хороший результат, не видят улучшения, несмотря на объективные данные. Вот трихоскопия, фотографии, где виден хороший результат. Они приходят и жалуются на тебя, тебе, другим пациентам, на форумах в интернете и так далее. У многих коллег-трихологов проблемы аналогичны. Есть очень большая разница между тем, что можно получить в результате лечения и тем, что ожидает пациент. Нет таких эффективных методов, как в косметологии, когда после одной-двух процедур можно получить выраженный эффект. Это эффект Даннинга Крюгера, по-моему. Но все равно немного завидую тем специалистам, которые легко без всех пациентов якобы излечивают от всех проблем волос. Вопрос. Как избавиться от профессионального выгорания? Сменить специальность, которой занимаешься больше 20 лет? Начать писать книги? И одну, значит, наша прекрасная автор этого уже написала. Уже начала, да. Вот такой вопрос. Замечательно. На самом деле, знаете, во второй части комментариев там очень интересно, то, что автор вот даже вот это слово специалиста берет в кавычки, да, то есть понимание того и отношения, что вот такие так называемые специалисты, которые легко, опять же, да, в кавычках, излечивают пациентов от всех проблем волос, то есть они как бы имеют там большой, скажем, приход, да, денежный, и при этом мало проблем. То есть умеют, что называется, там, себя вот каким-то образом подать. Вот это как бы и можно, она понимает, что можно пойти по этому пути, но понимает, что это, скажем, немножко нечестно. Да. Это не ее вариант, и поэтому она задает этот вопрос. И здесь получается, вот смотрите, интересно какой. Очень большая разница между тем, что можно получить в результате лечения и тем, что ожидает пациент. и получается, что задача трихолога, специалиста, врача в данном случае, это не только что-то делать для пациента, а в первую очередь в самом начале эти ожидания сформировать. То есть, знаете, договориться на берегу, потому что по большому счету начинают жаловаться те, которые в самом начале, вот, и она пишет об этом. Ожидали чего-то вот такого волшебного, да, и этого не получили. То есть, и вот это должно быть равнозначно. И вот эти, то, что будет сформировано, какие ожидания будут сформированы, не в последнюю очередь. Вы знаете, как экзистенциальный психотерапевт, я сегодня буду эти слова бесконечно повторять. Зови это ответственность специалиста в том числе. Сформировать эти ожидания. То есть, да, если я просто хочу, как бы, пусть он останется любым способом, я сейчас там, да, как бы, скажу, да, все будет, все будет замечательно, и получу там свои деньги, это одна история. Тогда да, тогда могут быть жалобы, можно пойти по другому пути, опять же, вот таким, знаете, в кавычках, стать специалистом. Но если я не хочу вот этого выгорания, а хочу вот этого мира внутри самого себя, и понимать, что я делаю что-то очень хорошее, важное, но эту работу также оценивают, вот так же, как я оцениваю, те, кто эти результаты получают, мои клиенты или пациенты. То есть очень важно договариваться на берегу. Ну, я как маркетолог могу сказать от себя, что мне тоже кажется, что здесь есть история не столько про выгорание, сколько получается, что этот доктор тратит большое количество сил на то, что он, по сути, переуговаривает пациента, когда уже прошло лечение. И получается, что ты сначала с ним поговорил, потом ты его долго лечил, ну, или там, ну, там же речь про недели и месяцы, то есть это тоже одна процедура, да? И потом еще он, по сути, его уговаривает, что этот результат хороший. Хороший, убеждает его в этом, понимаете? И это как бы вот реально такая, ну, как у нас в колесе, да? Я так себе это вижу. Может быть, действительно, то есть я как маркетолог могу сказать, что у меня тоже есть ощущение, что задачка, она в другой плоскости лежит. Она лежит в плоскости того, чтобы действительно максимально точно и услышать, что хочет пациент. Однозначно. И не говорить, и не соглашаться на то, что вы не можете гарантировать и показать ему разницу, вот было, стало с другими, людьми, там еще как-то, да? И, соответственно, точно так же ему объяснить, что вот то, что вы получили, это то, на что мы рассчитывали, да? Или ему, соответственно, опережая там какую-то задачу. Но я, у меня есть другое маркетинговое решение. Я предложила как раз найти хороших партнеров, которые занимаются пересадкой и сказать, значит, смотри, я могу сделать вот отсюда досюда. А еще есть коллеги, которые могут сделать отсюда и на 100 метров вперед. А ты что хочешь? Да. И тогда, соответственно, более того, разложить все варианты. Сколько это стоит, сколько это длится, какая есть там польза, время для здоровья, да? То есть, это все, безопасность. И как по мне, это неплохое решение. Но я уверена, что надо начинать с того, как вы объясняете, дорогой доктор, возможный ход лечения и возможные результаты. Потому что мне кажется, что проблема именно там кроется. Поэтому вы так мучаетесь, в общем, потом. Да, да, да. Потому что слишком много ответственности вновь, да, берется на себя. То есть, все доделать, все как бы убедить и пациента. В общем, это немножко такой, знаете, тупиковый. Более того, мне очень интересно, может быть, вы автор вопроса, я так сейчас обращаюсь, может быть, вы попробуете пообщаться с теми пациентами, которые остались недовольны, потому что, как по мне, иногда бывает такая ситуация, что, ну вот, например, она просто здесь написала Лилия, она занимается тем, что делает красивые брови людям. Она там помогает им восстанавливаться и все остальное. Это не совсем медицинская тема, но я понимаю, почему Лилия написала. Потому что люди к ней ходят, там тоже типа месяц за месяц в надежде, что там вырастут густые красивые брови, они не вырастают, потому что это невозможно. И мне просто кажется, что иногда, если ты человеку скажешь, ну, например, если на меня посмотреть, значит так, Лилия, у тебя никогда не будет густых широких бровей. Мы можем с тобой 4 месяца попробовать сделать вот что. Ты будешь ходить ко мне вот так, так и так. Это будет в сумме стоить примерно вот столько. И результат может быть лучше процентов на 20. То есть если хочешь, давай займемся. Но ты должна быть готова к тому, что результат ты можешь даже не заметить. И я могу, как человек, как пациент, лучше сказать, Боже, спасибо тебе большое. Пойду научусь, или давай я тебя научу рисовать там эти брови. Пойду научусь рисовать эти брови, и понимаю, что я сэкономила вот столько времени, ожиданий, денег, наверное. Просто научилась рисовать эти брови. Я думаю, что с пересадкой волос история может быть очень похожая. кто-то из пациентов скажет, нафиг мне надо, чтобы у меня вместо вот этого было вот это, которое очень похоже на вот это. Я буду тут... Доктор, спасибо большое. Знаете, вот, наверное, не надо мне это. Пойду к себе, куплю красиво, и все. Да, да, да. Абсолютно. Я перехожу тогда к следующему вопросу. Давайте. Так, вот это. С вопросом к психологу. Как не обижаться на пациентов, если ты весь такой выложился, ну, по максимуму, и все равно в глазах читаешь, не дорабатываешь ты, доктор. В продолжении дискуссии в чате может быть есть какие-то симптомы, когда человек готов слышать информацию, а когда стоит замолчать. Это, видимо, по поводу взаимоотношений. Да, первая часть, да. Лея, как не обижаться. Обида, ну, как бы, да, у вас прекрасно получается, что называется, на примерах, а вы будете мне в этом, может быть, помогать. Я больше немножко, что называется, в психологию. Обида – это всегда ожидание. То есть вот я вот такой вот вкладываюсь, выкладываюсь по максимуму, и что-то ожидаю в ответ. Ну, просто вот ожидаю много. И вот если это много я не получаю, то есть здесь всегда будут обиды. Если вот здесь единственным способом, который именно конкретно по этому вопросу можно решить эту проблему, то есть, знаете, снизить свои ожидания. Мягко говоря, перестать ожидать, да, или ожидать как можно минимум. Будь благодарен, поблагодарить – замечательно. Нет, я сделала свою работу, что называется, вот это здорово. Но тогда получается, что шкала ожидания выглядит следующим образом, да. Пункт первый – сделать свою работу. И тогда ты уже как бы внутренне искал, я сделала свою работу, я молодец. И пункт второй, помимо того, что ты сделал свою работу, получил за это благодарного пациента, да, который не только там выздоровел или стал красивее, но еще и благодарен, да. Соответственно, такая история. То есть даже если я дошел до пункта один, то есть я все сделал хорошо, я уже молодец. И это уже здорово. У меня был такой прекрасный опыт с коучем. Его зовут Максим Черепица, потому что мне надо было наладить эффективность бизнеса. Вот. И он со мной там, ну, под разными углами, значит, всем занимался. И мы вывели с ним формулу такую, что когда ты пишешь план, список дел на сегодня, должно быть обязательно какое-то дело, после которого ты себе можешь сказать, я точно пупсик. Все, я уже молодец. Вот. И вот это вот после чего, значит, дело, которое, после которого ты пупсик, должно быть обязательно в самом начале. Когда бы тебя не прервали, ты по-любому уже пупсик. Вот. Поэтому... Да, ты уже пупсик на целый день, по большому счету, понимаете? Да. И это уже ничто не изменит. Классно. Да. Это вот вам пример, видите. Мне кажется, да, наверное, это хорошая история. Просто с собой договориться, что вы не ждете фидбэка даже положительного от пациента. Вы первое, что ждете, это что вы сделали, вы молодец, и вам, в общем, уже хорошо. Да. А если будет благодарность, это будет просто уже бонус. Знаете такое, да? Там профит. А не будет, что называется, и на том спасибо. Да, не будет и не будет, знаете. Так, и тут есть какая-то вторая часть вопроса. По поводу симптомы, когда человек готов слышать информацию, а когда стоит замолчать. Что называется, ответ достаточно простой. Спросить. Нужна ли вам эта информация? То, что я вам сейчас рассказываю, это вам важно, это вам нужно. Знаете, получать, что называется, обратную связь. Для того, чтобы постоянно ориентироваться. То есть у меня в голове есть там, да, какая-то своя структура. А человек должен сказать, нет, вот реально, вас нет, доктор, мне это не надо? Вот это мне уже достаточно, все, что было. Понимаете? Спасибо. И расходимся. Но если не так, тогда он, что называется, скажет свое мнение. И вот это мнение ли, оно важно. То есть не просто вот я доктор, да, я в белом халате, я такой вот, да, самый там важный, главный, и сейчас буду вам, что называется, причинять опять же добро. Нет. Спросить вам это нужно? Если не нужно, тогда до свидания. Иногда, конечно, заставляете чувствовать людей такими, типа, я же это все знал, а что же я это не делала никогда? Да. Психология в этом, ты знаете, в этой, как говорится, в этом вообще вся собака и зарыта, на самом деле. Знаете, есть какого-то большого, там, из метро спросили, а вообще без психологии можно обойтись? Он говорит, конечно, можно. Да вообще, раз прекрасно можно. Потому что вся жизнь и есть сама психология. Другое дело, что результаты будут как бы отложены. Вам сначала придется потратить на это всю жизнь, а потом вы все это получите. А здесь просто вот концентрировано. У нас вопрос, который, я не знаю, наверное, его, хочется его, конечно, отложить на последний момент, но давайте будем пупсиками и не будем этого делать. Да, давайте. Он очень сложный, но, к сожалению, это не единственный такой вопрос. Просто мы его зададим, потому что у него формулировка даже очень похожая. Здравствуйте. Можно спросить вашего психолога, как быть, когда, видя, что творится в мире, единственное желание покинуть этот мир? К сожалению, мое посещение психолога окончилось плачевно. Спасибо. Когда я читала этот вопрос, я очень тоже очень много думала, думала, как ответить, потому что как бы двумя словами здесь, наверное, вот не ограничишься. Я вспомнила, я не хочу здесь как бы давать советов, да, вот, знаете, вы смотрите вот на это, да, сделайте себе список, что называется, там еще что-то. Здесь немножко все глубже и более, что называется, важно. Знаете, я заканчивала Венский университет, третий Вен... Немножко историю, хорошо? Прямо вот займу время чуть-чуть. Третий Венский институт психотерапии Виктора Франкла. Виктор Франкл, он один из экзистенциалистов, основоположник логотерапии, и он прошел в концлагеря. Если мне память не изменяет, это Асвенцем и Нахау. Ну, в общем, все так было глобально. И там он потерял всех, он потерял родителей, он потерял жену, он потерял, по-моему, брат, если сейчас я не вру, и выжил он один. И он рассказывал в своих книгах о том, что очень часто люди в концлагерях, ну, были невыносимые условия, и еще усугублялось все тем, что люди не знали, а закончится ли это когда-нибудь. То есть где-то есть жизнь, где-то люди любят друг друга, женятся, разводятся, да, а вот я здесь, в этом концлагере, и не знаю, будет ли у этого когда-нибудь конец. То есть для чего я вообще сейчас так мучаюсь? Какой в этом смысл? И очень большое количество людей решали закончить сами. Настолько все это невыносимо, считали они. И там территория была огражена колючей проволокой, которая находилась под напряжением. И они бросались на эту колючую проволоку. И Виктор Франкл говорил, говорит о том, что у меня тоже несколько раз, ну, достаточно много раз, возникала эта мысль до того момента, как я однажды не решила, что я хочу досмотреть фильм под названием «Жизнь Виктора Франкла» до конца. Вот не выключить посередине, когда идет еще, да, еще нет титров, еще ничего нет, еще неизвестно, что будет завтра, в следующую секунду, через неделю, мы не знаем. Он говорит, я не знаю, я хочу досмотреть этот фильм. И он говорит, вот в этот момент я решил и досмотрел. Он вышел, освободили, написал книги, женился, дети, внуки, все прекрасно. было самое замечательное, самое знаменательное во всем его решение досмотреть, не уйти с сеанса, не выключить, не нажать на кнопку «Стоп». И вот здесь я как бы хочу апеллировать к его истории, к его опыту. Дорогой автор, вот конкретно этого вопроса, попробуйте вы тоже, несмотря на все сложности, несмотря на все эти мысли, ощущения и чувства, досмотреть вашу жизнь до конца. Не останавливайте ее. Может быть, завтра, может быть, вот там за углом вас ждет что-то очень интересное и знаменательное, а вы пропустите. И это не повторится. Отличная история. Я, конечно, так взгрустнула, но хорошая... Ну, это очень оптимистично. Ну, да. Я прям почему-то вспомнила фильм «Жизнь прекрасна». И вообще, что я не хочу никого осуждать, но там, имея бабушку, которая была в блокадном Ленинграде, и, ну, как бы я каждый раз, когда крошки на столе вижу, я понимаю, что в бабушкином доме никто никогда их никуда не выбрасывал. Они шли в какой-то суд, котлеты, еще куда-то. Человек, который прошел реальный голод и похоронил там всех своих близких, конечно, к этому имел другое отношение, ну, и на всю семью это распространялось в том числе. И я просто понимаю, что мы часто забываем, какие на самом деле бывают ситуации в жизни, и поэтому в том числе нам может казаться, что... Согласна, согласна. Но здесь, знаете, каждому человеку вот в такие моменты кажется, что да, это прекрасно там, да, или там, например, ужасно, какие-то там смерти, голод в Африке, но вот здесь я страдаю, вот здесь в эту секунду, и это важно. Но кто-то из великих сказал, если жизнь становится невыносимой, невыносимой по-настоящему, она закончится и без вас. Без вашей жизни. Она закончится, понимаете? Если она по-настоящему невыносима, если она продолжается, значит, ее еще пока можно вынести. Отличный план. Вот. На том и остановимся. Да, так, есть такой вопрос. Очень плохо сплю в последнее время. Что делать? На самом деле, знаете, мои клиенты в последнее время говорят две крайности. То есть вот именно в связи с карантином, да, вот я думаю, что вопрос как раз с ним больше связан. Ну да. То есть либо они плохо спят и не спят, либо они очень много спят. То есть вот как бы во втором случае это защитный механизм, когда вот человек, знаете, вот такой немножко вот спячку, да, погружается, чтобы отгородиться от того, что происходит вот за пределами его дома. А второй вариант, я не знаю здесь как бы причин, тут надо разбираться очень индивидуально, что там стоит. Может вообще какие-то эндокринологические там, да, проблемы и так далее и так подобное. Здесь я бы посоветовала одну единственную, вот прям конкретно совет от психологов, которые советов не дают. Поддержать себя какой-то седатикой. То есть буквальным образом, вот не надо там переходить в какие-то антидепрессанты или еще что-то, там, бензодиазепины. Нет, именно седативным препаратом, буквально, знаете, какой-то пион, валерьянка, да, боярышник, вот таким. Секс уже знаете? Еще? Секс очень помогает хорошо спать. Ну да. Ну если нет такой возможности, тогда валерьянка. Нет, тогда пион. Да. Класс. Точно. Так, хорошо, тогда переходим дальше. Ну да, я понимаю, что на самом деле, друзья, с точки зрения сона, это же непростая история, да? То есть если вы привыкли более спорт, секс и хорошее кино и ложились без гаджетов, то дальше идите к доктору, вероятно. Так, созрела на вопрос для психолога. Один, когда мне, как врачу, нужно отказаться от лечения пациента и так, чтобы не мучила совесть. Ну то есть еще и себя простить заодно. Пациент полностью беспомощен. То, что нужно делать по протоколу, очень вероятно принесет дополнительные страдания и физические тоже, которые ни она не перенесет, ни ее родственники. Как мне отказаться от ее лечения и сохранить к себе потом уважение? Может быть, к этому вопросу я говорила вот по поводу ответственности чуть раньше. Может быть, нет. Посмотрим. Но здесь очень интересное вот это дополнение, Лия. То, что если проходить дальше это лечение, продолжать его, то огромное дополнительное страдание, которое на самом деле, да, то есть пишет автор, не принесет как бы облегчения. То есть это очень сложно. И ни она не выдержит, пациентка, ни ее родственники. А мне хочется продолжать, да, потому что как бы я должна. Потому что это моя работа. По сути, нет другого решения по протоколу. Нет другого решения, да. Но решение на самом деле, знаете, оно всегда есть. Вот это хорошо или плохо, но это так. Здесь получается вот задать себе вопрос. Вот два варианта. Продолжаю, останавливаюсь. Вот буквально вновь к нашему, что называется, бедному, измученному внутреннему голосу. В чем больше смысла? То есть для чего я продолжаю, вот прямо вот так, для чего я продолжаю это лечение? Какой в этом смысл? Что хорошего там будет? Прямо хорошее, да? Вот смотрите, важно отвечать не на вопрос, почему я продолжаю это лечение. Потому что такой протокол, потому что так положено, потому что у меня там, я не знаю, будут, я не знаю, там наказывать. Нет, не почему. Для чего? То есть для чего хорошего я сейчас буду продолжать это лечение? Это, отвечаем на этот вопрос. Или же на второй вопрос, для чего, какой смысл в том, чтобы сейчас остановиться? Что хорошее, и там тоже будет хорошее, как ни странно, хотя как бы вроде бы прогноз достаточно пессимистический, но тем не менее хорошее будет. То есть облегчение, несколько может быть дней, или недель, или месяц о спокойной жизни, отсутствие страдания, отсутствие физических мучений. Что-то хорошее там тоже будет. И вот это нужно найти. Взвесить, да? Взвесить и решить. Вопрос не почему, а для чего. Очень хорошо. А вот есть еще уточнение. А стоит ли этот вопрос задавать родственникам? Ну, я так понимаю, что перед врачом стоит не то чтобы выбор, у врача есть возможность продолжать лечение, которое мучительно и приносит страдания пациенту. И, вероятно, все равно его не вылечит и не спасет, да? Но, вероятно, даст возможность сколько-то еще прожить на вот таком лечении, да? И здесь уточнение, стоит ли задать этот вопрос, например, родственникам. Вот вы как хотите. Оставим и не будем мучить, или продолжим, но это будет вот так. Вы знаете, вот прям оставим или не будем мучить, или вот прям продолжим или так, это, наверное, ну, как бы очень так, скажем, пока другого слова не подберу, поверхностно, да? Да, знаете, мне вспоминается в этом случае, кто вот из, там, опять же, да, из великих сказал, авиационная, кто гиппокреция, не помню, да, сама хотя заканчивала, но тем не менее, который сказал о том, что мы лечим не только тело, мы лечим прежде всего душу. И не в последнюю очередь душу. И поэтому врачу очень важно где-то, я знаю, что я там, вы мне скажете, я на вас, что называется, там накидываю дополнительные обязанности, но врачи, я там в прошлом тоже этим занималась, очень важно разговаривать, быть вот этим слушающим, слышащим, да, человеком для пациента и для тех, кто с ним. То есть действительно посадить иногда за стол и сказать, ребята, вот давайте посмотрим вот эти варианты, да, вместе и вместе решим. То есть это буквально каких-то, там, 10-15 минут, могут быть они у вас, может быть, их и нет, но, может быть, вы их все-таки найдете для того, чтобы вместе, вот доверяя их мнению, их ощущениям, их чувствам в том числе, то есть найти это совместное решение. Ну, я понимаю, зачем это нужно. В общем-то, это хорошая возможность как минимум разделить ответственность, если не переложить, то как минимум разделить ее, да? Именно так. Ну, что, наверное, нормально. Если вы не услышали, дорогие друзья, ответ, то можете переспрашивать, пока мы здесь, да, а я тогда, пожалуйста, продолжу задавать следующий вопрос. Так, заведую отделением, детский психиатр. Вопрос к вашему психологу. Я и зашлась совсем на нет. Представляете, психиатры тоже живые. Мой сын познакомился с девушкой очень давно, она все никак не могла определиться, бегала туда-сюда, а потом вдруг раз и забеременела. Мой сын принял это через какое-то время, и вы не представляете, как я это переживала. В том смысле, что я виновата в том, что вложила в него любовь. Ага. Ну, раз вложила, значит, я и смогу найти. Мы ждем внука, непонятно от кого. Вопрос. Я была решила сделать тест ребенку на отцовство, а теперь не имею такой решимости. Наверное, это не вопрос. Вот пока пишу вам, понимаю, что меньше всего хочется того, а больше всего вопрос про то, где взять еще годы для ожидания своего собственного внука. Ну, для которого игрушки в кладовке собраны лет как 10 уже, и маленькие вещи. Короче, я психиатр, ни черта про это не понимаю. Или чего-то не хочу понять. Надеюсь на конфиденциальность. Вот. Ну, конфиденциальность мы, как могли, вроде обеспечили. Но я зачитала вопрос, хотя я, честно говоря, на него дала ответ, и мне кажется... Да. И вы можете его озвучить, потому что я вам сказала, что это великолепный, на самом деле, ответ. То есть я его... Я прочитала, и как бы... Я просто читала, и я очень как-то прочувствовала эту женщину. Но так как я была не в ситуации, а рядом, то я сказала, что, слушайте, ну, родится малыш, и вы его полюбите. Почему такую возможность отвергаете? В общем, она мне сказала, что вроде ей даже это все очень помог, этот ответ, и как-то так все стало легче. Но я хотела ваше мнение услышать, чтобы вы... На самом деле, я полностью как бы присоединяюсь к вам, Лия, потому что идея того, как вы ответили, это сделать выбор между... Вот, так знаете, очень глобально, я скажу, даже где-то поэтично, но тем не менее. Между злом и добром. Между любовью, которой, как она говорит, сама. То есть я вложила моего сына в любовь. То есть я научила его любить. Я вот столько лет, да, вот вкладывала в этого человека любовь и сделала его тем человеком, который умеет любить. А сейчас, прошу прощения, идея, вот есть идея биологического отцовства. И я думаю, отдать ли этой идее, идея фикс на растерзание все то, что я вкладывала в своего сына? То есть сделать ли это идея главенствующей, первопричиной, да, то есть самой главной? Или все-таки сделать, что называется, вот самый важный и самый нужный в нашей жизни оставить и сделать любовь? Да, потому что вообще, на самом деле, две такие, ну, это прямо бинарная система получилась. Абсолютно. Очень редко бывают ситуации, в которых, ну, есть вот прямо добро и прямо вот зло. А тут, мне кажется, очень четко прямо границы прочащены. У вас есть возможность или стать офигенной бабушкой и то, что вы хотите испытать. И этот малыш будет счастлив. И все вокруг будут, даже те, кто в курсе этой истории, вряд ли это будет как-то сильно прям с ними обсуждаться, но те, кто будет в курсе, будут говорить, боже, какая святая женщина. Ну, посмотрите, они с этим ребенком, как они счастливы, как вас любят. И девочка будет вам благодарна, ну, по мере ее, там, собственного интеллекта и возможностей. Да, мы не знаем, что, кто, какие. И сын. И сын самое главное, понимаете? Все будут счастливы. Или есть возможность реально быть обиженной ведьмой, которая вот ты нам там что-то нагуляла, принесла, а теперь я буду ждать, пока он сбросит и заведет нового. Да. И с этими тестами, что называется, на отцовство, да? Что называется, заходить, всех бить. Ну, да. Тем более, что какая разница глобальной ситуации, разная бывает. Ведь усыновляют детей счастливы вообще, и любят их, и мечтают о том, чтобы еще-таки прощать, да. Однозначно. Да, однозначно. И очень часто люди, которые совершенно с вами, знаете, не разделяют наши там, да, что называется, вот эти цепи ДНК, по большому счету. Что такое там родство? Это же по большому счету, вот если на биологическом уровне это те же самые белки ДНК одинаковые, которые мы с другим человеком разделяем. Все. Но есть родство духовное. Конечно, конечно, есть прекрасные вещи, типа, о, боже мой, она поет так же отвратительно, как я, да? Или там, смотрите, она косолапит, мило, как наш дедушка. Вот эти вот замечательные, узнаваемые, я осознанно привожу такие примеры, потому что на самом деле генетика нас, конечно, в этом смысле веселит бесконечно. Потому что мы-то хотим, чтобы ребенок взял все лучшее, но иногда бывает. Согласна. Короче, я тогда перехожу на эту радостную ноте к следующему вопросу. Гузель, добрый день. Это, видимо, ваши подписчики вам. Это тоже мои, да. У меня тоже вопрос. Я тут недавно поняла, что у меня страх перед критикой. Прекрасный вопрос. Если это близкие мне люди, я начинаю активно протестовать и защищаться, сразу же повышая тон и говоря, что я лучше знаю, как мне сделать, и что я не хочу слушать критику или комментарии к моим действиям и любить меня такой, какая я есть. Но если чужие люди, например, начальство, то у меня внутри возникает страх, что меня начнут критиковать, меня уличат некомпетентности, поэтому нужно всем показать, что я очень умна и знаю все. И если вдруг случается какая-то ситуация, где я не справляюсь или не умею, и мной недовольны, то я считаю, что меня здесь не любят, и все желание продолжать общение с этими людьми у меня отбивается. Причем доказывать обратно или ругаться я не могу, так как должны соблюдаться межличностные рамки. И я просто закрываюсь на этом общении, ну или сотрудничество может закончиться, и обычно заканчивается. Очень редко я аргументированно могу объяснить, но это обычно бывает, когда все происходит на удаленке, есть время подобрать слова, а не сливаться в эмоции. Кстати, это моя особенность является проблемой, начинать что-то новое, так как я не знаю и не умею что-либо хорошо, и могу ошибиться, и меня раскритикуют и не будут любить. Я примерно понимаю, что эта проблема тянется из детства, когда все мои действия критиковались родителями, и я просто в какой-то момент перестала им рассказывать, что происходит в моей жизни. Вопрос. Как это преодолеть и не бояться получать негативную обратную связь? Нормально на нее реагировать и продолжать общение, ну или сотрудничество? Не бояться начинать что-то новое. Что нужно конкретно делать, чтобы научиться справляться с такими ситуациями? Спасибо за ответ. Всего доброго и небо. Спасибо. Ли, здесь вопрос, наверное, не то, чтобы справляться с такими ситуациями. Здесь вопрос не в ситуациях. Есть огромное количество людей, у которых в жизни есть подобная ситуация, они получают негативный, что называется, или комментарий, или негативная обратная связь, но при этом с этим прекрасно справляются. То есть проблема не в ситуации, а проблема в отношении к этой ситуации. И здесь, получается, ведущим у этого человека опять вновь становится страх. Вот страх этой критики. То есть страх руководит человеком. И благодаря этому страху, да, с его помощью он, что называется, дистанцируется, не начинает что-то новое, начинает скандалить, там, разругивается со своими друзьями, близкими, знакомыми, замолкает и как бы не отстаивает свои там права, границы, например, на работе и так далее и так подобное. То есть начинает возникать огромное количество неправильных действий вслед за этим страхом. То есть здесь, получается, именно вычленить страх. То есть вот страх мною руководить. Что еще можно было бы сделать? Понимаете? И посмотреть прямо вот здесь, на самом деле, как бы, вот непочатая работа для психолога. И автор как раз и говорит о том, что все это идет с детства, потому что действия критиковались родителями, да, и оттуда вот это оно как бы тянется. И если автор самому это возможно, но достаточно как бы сложновато, скажем, да, вот найти эти инструменты, и это прямо, знаете, индивидуально с человеком разрабатывается. Но если в общем и целом, то есть от этого страха нужно дистанцироваться. Есть множество разных техник. Знаете, можно этот страх там, как вот арт-терапевты предлагают, нарисовать, да, то есть каким-то образом к нему отнестись, то есть начать с ним разговаривать. То есть это все что-то очень там разнообразное, но самое главное, вот увидеть вот эту дистанцию. Я не есть мой страх. То есть какой бы я еще, предположим, эмоции или чувства вместо этого страха? А это страх чего? Это страх, ну вот конкретно чего? Потому что мне как раз в этом вопросе казалось, что он такой, ну как бы, с большим количеством лепестков, потому что там не просто, вот я не принимаю никакую критику, да, вот этого больно, я чувствую, что меня не любят и так далее. Вот автор же написал, что если это дома происходит, она всех на место ставит? Нет, все нормально я делаю, не надо мне рассказывать. Хотя я понимаю, что корень один и тот же, но это страх чего? Она не говорит, что она всех ставит на место. Она говорит, что она начинает протестовать и защищаться, то есть уходит в агрессию. Можно на место ставить очень, как бы, ну скажем, спокойно. Ну как бы, знаете, ну это не ваше тело, да, там, если очень совсем так, знаете, грубо, да, огрубить. Или же, например, можно опять же, да, как на место ставить, сказать, ребята, ну плохо я реагирую на критику, да, если вам не сложно, то есть близки можно таким образом обратиться, можно вот это вот чуть поменьше. То есть у меня с детства все это тянет, я так, знаете, агрессировать начинаю. Я приведу свой пример. Вы знаете, пример знаю, что у меня с критикой специфические отношения, не то, чтобы они какие-то там прям, то есть я понимаю, что если мне говорят, ты плохо сделала, или нам не понравилось, как ты сделала, то мне это слышать неприятно. Я не вижу в этом никакой катастрофы. По-моему, это нормально, когда тебе говорят, что ты там, у тебя это получилось плохо, ты там, твоя картина некрасивая. Вряд ли от этого можно сесть и прям кайфануть. Класс, у меня некрасивая картина. То есть то, что я испытываю, как мне кажется, это нормально. Но я знаю, в каких моментах, например, это мне мешает. То есть у меня есть фитнес-тренер, с которым я занимаюсь. И я всегда на старте, и преподаватель, с которым я тоже там занимаюсь немецким языком, еще чем-то. Я всегда на старте говорю, ребята, меня нельзя ругать. Вот такая особенность. Если вы будете говорить, типа, слабак, там, или типа, не можешь, сегодня ты хреново занимала, завтра будешь заниматься лучше. Я завтра не буду заниматься. Я завтра откажусь. Вот, я от этого откажусь. Я просто знаю, что этот механизм, как для обучения, например, со мной работает в обратную сторону. Я всегда об этом предупреждаю, да. Но в жизни вот, ну, можно ли какой-то такой тоже трюк применить, чтобы меньше страдать, что ли, от этих ощущений? На самом деле, вы правильно говорите, или я сейчас немножко там отойду в лирику, да, о том, что вообще, в принципе, критика очень плохо работает на обучение, на воспитание и так далее. То есть вот автор говорит о том, что родители критиковали. Вот есть такой, знаете, поколенческие какие-то вот такие аспекты, очень схожие для одного поколения и очень различные, например, с другим. И здесь вот то же самое. Поколение наших родителей, вот у них была такая идея о том, что вот нельзя хвалить, да, то есть зазнается, возгордится, да, еще что-то. То есть надо критиковать, надо показывать на слабые места. Человек непременно захочет их исправить, стать лучше и так далее и тому подобное. Вот не работает это с человеком. Знаете, надо, чтобы куст розы, там, цветов расцвел, его не надо дергать, его нужно поливать, желательно с любовью. Согласно. То есть, да. И таким же образом получается сейчас ей нужно как бы начать обращаться с собой. То есть не дали это родители факт. То есть вот, вот, что называется, что имеем на руках. Здесь, если прям очень глубоко копать, это действительно очень внутренне, знаете, вот нет такого, скажем, твердого стержня, да, что критика меня не разрушит. Нет, критика разрушает ее, и она этого боится. То есть она начинает защищаться, она начинает протестовать и так далее и тому подобное. Переходит вот в такую, как бы, защитную реакцию, типа агрессия. Да. И здесь нужно вот именно четкое понимание того, как я могу сама себя в этом регулировать. Где-то я могу, как вы говорите, да, прекрасно, там, с фитнес-тренером сказать, слушайте, давайте вот, да, не так, давайте по-другому, давайте ко мне с любовью, да, то есть расскажите, а что у меня получается. Если что-то не получается, или начните, по крайней мере, там, с хорошего, а потом можете там сказать, а вот здесь вот можно, что называется, там, доделать или исправить. Так работает для меня лучше. В других местах, я еще раз говорю, начать эту эмоцию, это чувство анализировать и посмотреть, что я бы могла из спектра эмоций огромной. То есть это не только страх. Что бы я могла еще выбрать. Ну, я еще раз говорю, это очень сложная работа и очень индивидуально для каждого отдельного человека. То есть здесь ей придется выбирать, как с этим справляться. Ну, я бы, честно говоря, вообще, на самом деле, круто, что люди это осознают, потому что я знаю немало примеров, когда человек не может, ну, то есть у него есть какие-то, ему в каких-то больших, часто повторяющихся ситуациях плохо, а он не понимает, почему. То есть здесь хотя бы вычисленная проблема, что вот есть критик, а тут на нее так реагирует, здесь так, мне это не нравится. Это уже классно. Это уже замечательно, согласно. Я вот, друзья, когда я вам рассказывала на вступлении про Агузель, у меня как раз такая история, когда я понимаю, что есть что принести, я сначала с этим какое-то время живу и за собой наблюдаю, а потом приношу и говорю, вот, у меня такая история. Вот, ну, блин, это, конечно, такая огромная тема. Мне кажется, надо на эту тему вам вообще сделать какой-то вебинар или еще что-то, потому что очень много. Так, значит, вот есть еще к вам вопрос. Продолжаем. Я предприниматель, то есть есть у меня слово, вероятно, человек из Германии. Я воспитываю дочь. Есть еще взрослый сын, работает и делает с нами. В связи с карантином не имею права работы. Поставила заявление на первую помощь одновременно с коллегой. Она уже получила ее, а я нет. Понимаю, что долго может обрабатываться. После того, как она мне сказала, что она получила, и я проверила мой счет, меня просто накрыла волна страха и паники, что я не получу, что мне откажут, потеряют заявление и так далее. На что жить? Страховки, аренды, все колесом в голове, просто страшно. Накоплений нет. Сын успокаивает, говорит, я заплачу, но я знаю, что ему не из чего. Значит, что он тоже на вот каком-то пособии. Все понимаю, лишь бы здоровы все были. Но накрывает сильно. Тем более не привыкла столько времени сидеть дома. Обычно только один выходной. В общем, бурно, но думаю, вам не привыкать. И да, еще мужчины, плеча тоже нет. Спасибо. Здесь на самом деле, знаете, как, Алия, то есть эта ситуация действительно та, которая вот сейчас разворачивается в связи с карантином, в связи с этой эпидемией или пандемией для многих-многих людей. И проблема в том, что для нас вот эта неясность, нестабильность ситуации, когда... То есть она самая такая выматывающая, она очень сложная. Когда мы не имеем контроля над ситуацией, и мы не можем каким-то образом эту ситуацию начать менять. Вот что сложно. То есть получается, да, в любой другой ситуации я бы пошла, что-то начала добиваться, где-то, может, подработала, еще что-то. Сейчас я вот ограничена вот этими условиями, условиями несвободы вот в этом доме и должна принимать это как есть. То есть вот эта вот неясность, она... Почему? Ну, можно же, конечно. Я сейчас, извините, не как психолог, а как человек, который дуинг все время делает. Почему? Смотрите, есть задача придумать, например, взять деньги, да? Но это же задача, потому что там, судя по всему, болит именно финансовый вопрос. Финансовый. Ну, хорошо. Давайте раскидывать всеми вариантами. Просто садимся и выписываем, что мы можем сделать. Я не знаю. Что можно сделать? Можно написать объявление в подъезде. Буду убираться у вас в квартире в маске и перчатках 30 евро. Я не знаю. У вас двукомнатная квартира, значит, вы можете сказать, что вы на Airbnb попробуете сдать одну комнату. Я понимаю, что это звучит как бред, но это решение, да? Вы можете предложить соседям под пенсионером, носить им, доставлять еду и брать за это 2 евро за доставку. Стандартная такса за любой курьер, тебе что-то приносит, ты ему даешь 2 евро, как на чай, да? Вы можете сесть, придумать, я не знаю, что вы умеете делать. Умеете печатать на компьютере? Значит, сделайте объявление, что я могу вам перепечатывать звуковые сообщения, все что угодно. То есть можно себе сесть и написать целый лист того, что может вас в самом крайнем случае выручить. Гулять с соседскими собаками, там, я не знаю, ну, то есть реально этих вариантов много. Зайдите в магазин соседний и спросите, что я могу сделать. Я сейчас, извините, что так на эмоциях, но я тут недавно услышала историю барышни, которая всегда на меня производила впечатление, как девочка, которая всегда была успешно замужем и могла заниматься чем угодно. И она такая всегда была. Вот из тех женщин, которые кажутся, что если что бы ни случилось, то есть дождь пойдет, а она без зонта. Она сядет, заплачет и скажет, ну, что же мне делать? Оказалось, что в свое время, будучи в очень сложной ситуации в стране, без языка, ну, толком без языка, муж ушел в какую-то секту, она пошла в ближайший отель, куда они ходили раньше ужинать в красивом ресторане, и сказала, мне нужна работа, что я могу сделать? И она отработала там от уборщицы до менеджера. В итоге она сейчас по-прежнему производит впечатление барышня, которая может сесть, заплакать от того, как прошел дождь. Но тот путь, который она прошла, я когда ее слышала, я понимала, что ничего у нас, вообще все будет хорошо, потому что всегда можно сказать, есть работа, мне надо. Это все. Получается, да, получается ли, сейчас мы вот как бы с вашей помощью, да, я бы ушла, что называется, в психологические дебри, да. Вы как маркетолог, как человек вот там экономического, да, такого направления, финансового, то есть вы рассмотрели это совершенно с другой стороны. И вполне возможно, это действительно в данной ситуации больше там лучший выход, да, чем уходить куда-то там, а что это за паника, а что это за страх, а как с этим справляться, который, знаете, направо на лепо сейчас, что называется, этому учит. Искать реальные пути, то есть а как можно заработать, даже в этой ситуации. Причем мне кажется, что здесь дело даже не в том, что наш мозг все время отторгает какие-то варианты, ища в них негативные стороны, да. Но мне кажется, что даже большой список вас просто должен успокоить, что если вот прям совсем труба, то даже вот эти другие, которые звучат как... Они вас могут спасти, и от этого вам просто может стать легче. Абсолютно верно. Это очень реально, это очень реальный выход. Понимаете? Помощь самой себе. Так, переходим к следующему вопросу. Коля, я уже ответила на этот. Надеюсь, что ваш... Вы ответили, точно. Если что, все клеи. Здравствуйте, Гузель. Мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу выражения «найти себя». Так часто его слышишь, когда люди говорят о залоге счастья. Но это все так расплывчато. Есть ли вообще такая вещь, как одно общее «я», которое можно найти? Или это фикция? Спасибо. Вы знаете, для меня тоже это очень расплывчато. То есть находит, наверное, то, что потеряно. То есть если вы себя потеряли где-то, да, по дороге, тогда надо искать. А по большому счету, ну, я с своими там клиентами никого вообще, как бы мы не в поиске. Мы пытаемся, человек, если вот так вот подходить, что такое «я» и как с этим вообще быть, человек, чтобы научился себя регулировать. То есть узнал, в чем его сильные стороны, в чем его слабые стороны, что ему удается, какие его желания, как что-то преодолевать. То есть, знаете, такая хорошая функция саморегуляции. То есть познать себя, знаете, познать. Если я права, по-моему, вот на идише, да, слово «познание», оно даже переводится как «любовь». То есть это, наверное, вот такое внимательное с любовью отношение к себе как к личности, как можно было бы, например, отнестись к другому человеку. Вот это важно. Вот это важно в себе как бы вот сформировать. Но вот искать, не знаю. Найти. Как мне приходилось. Мне не сдаваться. Как найти себя? Однажды я увидела его на конференции для хакеров. Там был здоровенный, очень красивый какой-то прям богатырь. Знаете, когда заходишь и понимаешь, что вот все стоят, и он. Вот, короче, этот он был вот здесь наклейкой. У всех были наклейки бейджики с именем, ну, по-моему, какой-то там, ну, типа компанией или порядка чем-то занимается. У него была наклейка с его именем и адресом. Причем там было написано «доставить по адресу». И, значит, это мы все дико ржали. Оказалось, что он знает хорошо себя. И обычно после автопати он напивался настолько, что его, значит, надо было транспортировать. Ну, в общем, через сутки мы узнали, что эта табличка ему помогла. Вот. И его доставил по нужному адресу. Так что, друзья, если теряете себя, пишите адрес, может, вас кто-то довезет. Однозначно. И найдет. И поможет. Может, найдет вас кто-то еще. Как отправляться с раздражительностью? Вот если без причины. Понимаю умом, что виной возраст. 49 лет. Идут гормональные изменения. Но поделать ничего не могу. Хотелось бы без успокоительных. Ну, если идут гормональные изменения, то есть здесь, опять же, в первую очередь направляем к эндокринологу. Идите к эндокринологу и сначала разберитесь с гормональным фоном. Потому что, если с ним ничего не делать, и он у вас там в дисбалансе, то есть ничего не поможет, никакие психологи. То есть будете ходить по кругу и только деньги и время спускать. Если все хорошо, тогда да. Тогда получается раздражительность, это уже вопрос ко мне, а не к эндокринологу, тогда раздражительность, это всегда и вновь ли. Это про ожидание. То есть я что-то ожидаю от другого, что он будет соответствовать тому, как я его нарисовала, предполагаю. И если он этому не соответствует, или его действия, или еще что-то, то тогда я начинаю на это раздражаться. Или на мир, который, опять же, не соответствует тому, как я его себе представляю. То есть здесь вновь и опять к ожиданиям. Снизить эти ожидания. То есть разобраться со своими ожиданиями. А что это за ожидания? Для чего они? Какой у них смысл? Зачем вы вообще с ними носитесь? Может, пора начать из них избавляться? Или хотя бы одни заменить на другие, более рациональные? А надо вообще пытаться вычленить, не знаю, на что конкретно эта реакция произошла? Надо это делать? Конечно. Нет, если есть конкретные ситуации, то есть у человека точно есть. Вот здесь, да, вот прям на этого, да, там, я не знаю, на мужа, прям вот перекашивает, что называется, убила бы, да? Конкретно в чем? Почему на него перекашивает? Там такая агрессия, такой уровень, а с коллегами, с подругами или соседями все прекрасно. Тогда надо разбираться с этим случаем. Я расскажу свой пример, чтобы не быть тут просто чтецом вопросов. Значит, у меня была ситуация буквально три дня назад. Я тоже себя поймала на том, что я не просто, вот меня, не просто это было раздражительно, это была и злость, и я там чуть не заплакала, потому что, значит, день, у меня там какие-то вебинары, я домашку проверяю, и там вообще, ну, как бы много всего, при том, что мы все дома, но у меня дел было очень много. Я иду в душ, и, значит, очень там спокойно, перед зеркалом, очень уставшую, уже погуляла с собакой, приготовила еду, короче, умываю лицо, и я слышу из кухни, мой ребенок, дочь моя кричит, мама, оса! И я понимаю, что в этот момент, ну, то есть, то есть я должна все бросить и пойти спасти человека от осы, от осы, вот, и я понимаю, что она-то ничего мне плохого не сделала, но просто эта мама-оса была вот последней каплей, и я просто поняла, друзья, что конкретно про меня в тот момент, да я тупо устала, не было никакой другой причины, у меня просто был тяжелый день, и я поняла, что мне надо пойти спасти от осы, более того, я в итоге села, расплакалась, пришла моя дочь, спросила, что случилось, я говорю, ты знаешь, мне кажется, я очень устала, потому что я вот сделала вот это, вот это, вот это, вот это, и потом побежала на осу, тогда, когда я очень хотела свои пять минут посмывать косметику с лица, Вот, и все хорошо, мы прекрасно с ней, обнявшись, посмотрели какую-то киношку, и все наладилось. Хотя я понимаю, что бывают системные истории, да, и они, к сожалению, иногда не очень приятным открытием в собственной жизни, да. Но, наверное, надо действительно позаписывать за собой, посмотреть, что... Ну, у вас Лея, в отличие от многих, наверное, да, то есть вы одна из таких, что называется, там, lucky person, которая имеет вот этот навык, да, то есть присмотреться к себе и прислушаться. Вообще, что происходит сейчас? А, я устала, понимаете? То есть это не то, что там оса или там Соня меня, да, достали, то есть и все какие-то плохие. Нет, это просто я устала. То есть вот этот момент, он очень важен. Услышать и как бы заметить это. И главное не копаться. Знаете, у меня есть секрет. Это Соня далеко не рыть, потому что у нас у всех после прочтения какого-то сумасшедшего количества книжек, прослушивания лекций и так далее. Все-таки аудитория у нас интеллектуальная, что скрывать, ха-ха-ха. Вот. И у нас у всех вот попытка, если уж нырять, то прям вообще до конца дыхания, да, там, в Марианской. И мы все время в себе ищем какие-то такие тайные, глубинные. А есть просто банальные вещи, типа я все время, ну, у меня есть прям чек-лист такой внутренний, если со мной что-то не то, я там, не знаю, споткнусь, наплакала, споткнусь, наплакала. Я такая, так, спокойно. Ты спала нормально? Там, ааа, ты три дня нормально не спала, ты так хочешь? Или там, а ты сейчас есть не хочешь? Потом оказывается, ой, блин, точно, я 15 часов назад последний раз съела. Или там, а ты отдыхала, или ты там не работала, вот, хотя бы полдня, когда последний раз? И я, когда себя на эти вещи чеку, я очень часто нахожу ответы именно там, друзья мои. Мы часто просто по пирамиде маслов, будь она проклята 30 раз, сколько можно про неё. Но если мы не занимаемся сексом, и, я не знаю, нам там холодно, ещё что-то. И мы голодные. Да, так что, вот, видите, я, короче, тут взяла и выступила. Классно выступили, классно. На самом деле, она так и есть. То есть это просто как бы правильное, внимательное отношение к себе. Спасибо. И его нужно развивать. Вот и всё. Следующий вопрос, а потом придём. Пока ещё разбираем. Хорошо. Время выучиться на удалённую профессию, но возникает много сомнений. Ведь учёба платная, и нужно занять деньги у мамы. Вот у нас как-то клиент появился. Как обороть стыд и неуверенность за то, что тебе нужно занимать у мамы? Кстати, не бледно у мамы, это может быть у кого-нибудь ещё. Как обороть стыд? Так, здесь надо не со стыдом и неуверенностью, да, как бы вот даже не совсем с этим, а посмотреть вот как бы это действие. Для чего я собираюсь это сделать? То есть вот я собираюсь занять деньги. Для чего? То есть просто чтобы спустить их в казино? То есть купить себе шмотки? Тогда получается для стыда или неуверенности есть основания и причины. Но если это для чего-то хорошего, и понимаете, и вполне возможно я получу профессию, которая позволит мне больше зарабатывать и может даже помогать той же самой маме, да? То есть из этого что-то будет вырастить, что-то хорошее. То есть выиграют и я, и мой ребёнок, и моя мама. Тогда может всё-таки каким-то образом, даже вопреки этому стыду и даже вопреки этой неуверенности, сделать это для чего-то хорошего в будущем. То есть сделать правильный выбор. Вот знаете, такой осмысленный. Говорят экзотенциальные психологи, говорят, осмысленный выбор окрыляет. Сделать его осмысленно. Мне кажется, потому что дело в мотивации. Вообще, если вы себе... Сейчас я врублю маркетолога. Если вы себе напишите микробизнес-план, чему именно вы хотите научиться? Ну, вы же явно не на абстрактную штуку, потому что вам нужна какая-то, наверное, конкретная сумма, да? У вас... Вы её увидели, она вам, видимо, понравилась. Садитесь и прямо прописывайте. Стоит учёба столько-то? Длится она столько-то? Когда я смогу в теории использовать свой навык? Ну, я не знаю, может быть, на первой неделе обучения, может быть, через три месяца. Это важно, да? То есть вам надо думать, вам эти три месяца ещё надо на что-то жить, если что, да? Дальше вы себе прям, ну, пишете или простроите в голове, я за то, чтобы всё писать, пишете, где вы возьмёте первых клиентов. Может быть, на курсе вам преподаватель скажет, такое бывает, что вы отучитесь, и я вас уже вот пристрою лучших студентов к себе учиться. Если это так, о какой сумме вы можете думать на первых порах и дальше? Потому что есть какие-то объективные вещи, там, например, время. То есть, условно, у вас может быть времени, там, на трёх клиентов, которые принесут вам в минимуме столько-то, а за максимальную цену, на которую вы можете рассчитывать, но не сразу, вот столько-то. И вы можете, более того, если вы для себя это проговорите, иногда окажется, что ваша идея никуда не годится, потому что может оказаться, что учёба дорогая, никаких гарантий, что вы потом это отобьёте, нет в принципе. Это, может быть, тоже неплохо, может быть, вы скажете той же маме или себе, я не знаю, смогу ли я, я даже не знаю, захочу ли я, но я хочу очень это попробовать, и сейчас у меня есть на это время. Если всё получится, то я стану счастливее от того, что я смогу этим заниматься. А вдруг, да? То есть это тоже нормальный мотив. Или у вас нормальная мотивация финансовая, что вот так выглядит мой план, реалистичный он вот такой, пессимистичный прогноз он вот такой, да, и я буду отбивать эту учёбу год. Вот. А оптимистичный, что если у меня будет там, не знаю, всё получаться, и там мне дадут первого клиента, то я эту учёбу отобью там, не знаю, да через месяц после того, как я её закончу. Более того, у вас тогда и для мамы будет для разговора с ней, или не для мамы, для банка, для друга, для… Обоснования. Обоснования. И для себя внутри. Более того, мне кажется, этот страх сам пройдёт, когда вы сами увидите, насколько классная или не очень идея. Согласна. Согласна. Вы очень вовремя врубаете маркетолога, или прямо замечательно. И полностью поддерживаю о том, что мотивация очень важна любого действия. То есть для чего? Зачем вы это делаете? Чем вы мотивированы в этот момент? Я ещё раз говорю. Чем-то плохим? Тогда останавливайтесь. Если чем-то замечательным, тогда вполне возможно. Если ещё плюс тот же план, который вам сейчас расписал Илья, то есть это то, что должно быть реализовано. Я, знаете, что хочу предложить следующее. Я сейчас задам последний вопрос, потому что он очень многих беспокоит. И мы с вами договоримся, что мы получим обратную связь. Друзья, от вас сейчас требуется только одно – написать, насколько вам понравилось. Что бы вы ещё хотели спросить у Гузель? А я Гузель оставлю с этим после ответа на вопрос, на подумать. И мы решим, как нам жить дальше, понимаете? Потому что если у вас есть какие-то, конечно, интимные вещи, вы можете напрямую связаться с Гузель. А если вы хотите, чтобы что-то там публично обсудить, то вы нам напишите, как вам, что это было, как вы видите, можно это улучшить. И мы подумаем, что с этим делать. И стоит ли это повторять и так далее и тому подобное. Да, да. Может быть, на какой-то регулярной основе. Может быть, там раз в неделю будет, как там что-то мы можем делать. Значит, а сейчас я вам задам последний вопрос, который сейчас многих беспокоит. Я думаю, что этот вопрос связан с тем, что мы боимся за наших родителей и детей, и за тех людей, которых мы не можем на самом деле контролировать, как я, живя в Германии, в Гамбурге, не могу контролировать, пошла моя мама в магазин с перчатками и масками или нет. Значит, вопрос звучит так. Как избавиться от страха за близких, что может что-то с ними случиться? Ага, вы перескочили через один, и я как бы... Да, я такая думаю, где? Нет, есть. Как избавиться от страха за близких, что с ними что-то может случиться? Да. На самом деле, ответ в самом конце будет достаточно пессимистичным. Пессимистичным. Да никак. Понимаете? От страха за близких. Нет, это хороший ответ. Знаете почему? Потому что переживать за своих близких, это нормально. Абсолютно. Это составляющая, это часть любви. То есть мы не переживаем только за тех, кто нам безразличен, кому мы равнодушны. То есть это хорошее такое, знаете, вообще чувство сигнальной системы. И это нам говорит о том, что, в общем, как бы все равно, что с ним завтра. Если мы переживаем, если мы боимся, это нормально. Другое дело, что как бы можно опять же варьировать уровень, да, и не позволить ему поглотить вас. Да? То есть прям вот целыми днями, да, названиваю и ввожу панику там ту же самую маму, которая далеко. Контролировать этот как бы вот момент. Но бояться, волноваться, это нормально. Я, знаете, как с этим борюсь. Я поняла, что я боюсь не только что-то случиться, я боюсь потерять этого близкого человека, который там где-то, да, и что я потом не смогу с ним, ну, условно, если прям очень грубо, что я его потеряю в своей жизни, и я даже не смогу потом, ну, с ним общаться, его обнять, еще что-то. Я для себя придумала план мелких классных действий, которые можно совершать, находясь вдалеке. Там, отправить букет цветов, писать из войны чаще, чем раньше. И это помогает мне от ощущения, что же делать, начать что-то делать уже. Согласна. Это классно на самом деле, потому что, знаете ли, это такое, как бы, опять же, такое экзистенциальное завершение, что вообще сам момент смерти, он важен нашей жизни. Позволяет нам понимать, что бытие – это конечно, да, и ценить его от этого больше. То есть, когда это все закончится, тогда, как я сегодня могу этому человеку, который так важен для меня, сделать что-то хорошее, сказать что-то хорошее, поддержать. Вот это важно. На этом нужно сконцентрироваться. На действиях хороших. Прекрасно, друзья. Вот вам и вы говорите, какой финал. Мне прям все нравится. Гузель, спасибо огромное, было прям потрясающе. Мне очень было интересно. Друзья, значит, вот нам тут уже пишут всякие благодарственные комментарии, что нас слышали, слушали, и всем все очень понравилось. Мы возьмем для себя паузу, и с Гузель обсудим, что нам с вами делать дальше. Потому что я поняла, что вы с удовольствием присылаете разные всякие вопросы. Я надеюсь, что мы хоть кому-нибудь немножечко подсластили этот наш такой, в общем, соленокислый период, когда мы уже... Карантина. ...карантина. Гузель, спасибо вам большое-пребольшое. И, дорогие друзья, вы нам пишите, какие мы молодцы, а мы, соответственно, что вот... Ну, критику не надо, мы же разобрались. Мы разобрались, что не нужно. Это можно отложить. Конструктивную, конструктивную можно, потому что я, например, считаю, что вообще Гузель надо на какой-то постоянной основе выходить в эфир. Это я вам как маркетолог говорю. Да, я уже знаю. Какое-то конкретное время и выходить в эфир, может быть, по такой же схеме готовиться, собирать заранее вопросы, потому что читать вопросы из комментариев просто тупо отвлекает. То есть тут в бытовом удобстве. Вот. А вообще мне, конечно, очень все понравилось. Спасибо огромное за эфир. Друзья, в общем, подписывайтесь, оставайтесь с нами, что там жмите колокольчик, у нас нет колокольчиков, это шутка, господи. Вот. Да, Лия, дайте мне два слова. Спасибо на самом деле всем огромное, да, то есть это не моя публика, это ваша публика. Спасибо огромное за интерес. Мне как бы здорово, что это вам понравилось. Я надеюсь, что... Да, Лия сказала, что ей тоже, а мне вообще было все замечательно. Класс. Спасибо. Хорошего дня и до скорых встреч. Да, всем взаимно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова